Особое мнение на 101FM 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 города с горожанами. Ты имеешь в виду опрос, который был опубликован в Телеграм-канале? Да, именно тот опрос, что стоит или не стоит отключать отопление. На заглядательном уровне установлено, я напомню, требование к началу или окончанию отопительного сезона. Это наличие среднесуточной температуры плюс 8 градусов в течение 5 дней подряд. Вот как только это условие наступает, администрация города, то есть органы местного самовыправления, обязаны, значит, издать постановление об окончании или о начале отопительного сезона. Зачем спрашивать? Нужно? Не нужно? Кому-то нужно, кому-то не нужно. Это чисто субъективные факторы. Есть объективные факторы, объективные требования, и необходимо этим руководствоваться. Когда же представитель Министерства энергетики ЖКХ говорит о том, что 20-го, например, или там в 20-х числах будет отключено отопление. Может быть, им доносят самые точные прогнозы? Может быть, если так... Что вот потеплеет, и будет это плюс 8. То это очень хорошо. Но если случится так же, как в начале мая, снова станет похолодание, то цена этим обещаний ноль. То есть опять придется продолжать отопительный сезон до того момента, пока не наступят соответствующие условия. Я предлагаю просто не высказывать никакие обещания, а просто следовать тем требованиям, которые у нас сложены. Буквизакона, да, эти плюс 8 в течение пяти дней. Да, другой вопрос, что есть, например, многоквартирные дома, у которых свои автономные источники теплоэнергии, там, какие-то крышные, газовая, котельная, другие автономные источники электроотопления, они могут по решению общего собрания начать или прекратить отопительный сезон раньше или позже, соответственно. Вот здесь, да, здесь соответствующее решение администрации уже на втором плане. Вот, что же касается подготовки... Я все-таки хочу еще, да, с другой стороны, а может быть, ну, законодательство, оно же развивается, оно же меняется, может отменить эту норму 8 градусов плюс Цельсия в течение пяти дней, может быть, действительно прописать в законодательстве, решаем общим голосованием, отменять, заканчивать отопительный сезон или начинать отопительный сезон. Тогда отопительный сезон никогда не закончится, потому что вы общее собрание просто не проведете сейчас. Тем более по этому вопросу... Голосование, вернее, да. Специально, да. Потому что, я напомню, с 1 марта 2023 года закрыт доступ к Росрестру большинству лиц, которые хотят получить информацию у собственников в доме. Соответственно, как проводить общее собрание, это большой вопрос. То есть остались те немногие, которые еще умудряются по старым данным готовить бюллетени и проводить соответствующее собрание. Несколько было инициатив в Госдуме с попытками все-таки вернуть хотя бы лицам, управляющим многоквартирными домами, то есть управляющим компаниям и от СЖ, ЖСК доступ к Росрестру, чтобы был не закрытый, не ограниченный. Но вот пока эти все инициативы ничем не увенчались. Ну, так или иначе, если отопительный сезон продолжается в мае, все равно мы за тепло заплатим. Ну, я имею в виду дома, где есть общедомовые приборы учета. Те, кто платят по нормативу, они за май уже не будут оплачивать. У них последний месяц для оплаты это был апрель. То есть им неважно, когда отопление закончится. Если оно закончится в июне, значит, оно закончится в июне. А как, например, заканчивается в более северных городах нашей страны. Ну, тут еще есть, наверное, какой-то психологический аспект, не только физический, когда мы чувствуем, тепло ли нам или холодно. Летние месяцы – это такая передышка, да, от крупных сумм, от больших сумм в квитанциях. Многие планируют сейчас, в том числе и отпуск, да, летний, и эти деньги лучше потратить на отдых, да. Ну, не лучше, а удастся. Подготовка к следующему отопительному сезону. Какие моменты, на твой взгляд, проблемные нужно учитывать, в первую очередь? Я думаю, в первую очередь надо, как обычно, я не знаю, мы вот просто каждый год говорим и через эфир повторяем этот вопрос, что необходим комплексный подход к замене всех сетей, не только тепловых, но и водопроводных, электрических, всех, вместе с ремонтом дорог. Потому что у нас мы каждый год синхронизация с этим процессом. Каждый год видим одну и ту же ситуацию. В прошлом году положили новый асфальт, в этом году его вскрывают, кладут новые трубы, потом полгода-год никто новый асфальт не кладет, лежит либо щебень, либо он уже просел, либо положили какой-то тонкий слой асфальта, это тоже все просело. У нас все-таки юбилей города. Хотелось бы хотя бы один год посмотреть на город в том виде, в котором он, ну, по крайней мере, не то, что должен быть, но, по крайней мере, приближаться к тому, как он мог бы быть в наших глазах. Потому что следующий юбилей, смотря что считать юбилеем, ну, условно говоря, еще через 50 лет, далеко, мне кажется, не все доживут, но дай бог, конечно, всем здоровья. Ой, страшно задумываться даже. Да, но вот в этом году хочется какого-то праздника, вот, и если все-таки власти вот консолидируют все свои усилия вместе со всеми дорожными службами, службами по инженерным сетям, ресурсоснабжающими организациями, и приведут это действительно все в порядок, я думаю, что мы очень достойно можем отметить юбилей города. Так, это основное, да? Да. Может быть, еще есть какие-то? Я считаю, что это самое основное. Есть вторичные вопросы, которые касаются вопроса капитального ремонта, фасадов, ну, я не знаю, насколько это сейчас актуально вот по вашим... Ну, это актуально для юбилейного города, все же мы знаем, да, все мы прекрасно видим, что достаточно активно работают. Фасадов очень много сейчас ремонтируют, главное, чтобы успели, чтобы получилось красиво, надолго, качественно, а не на год, не на день юбилея. Потому что, вот, например, я приведу пример, есть дома, где был проведен капремонт в 2000, ну, допустим, несколько лет назад, там, 3-5 лет назад, сейчас туда приходишь и понимаешь, что им нужен уже снова капремонт. Всего того же самого, что и было. То есть, качество работ было низким? Качество работ, объем работ низкий, то есть, надо снова проводить. И все-таки те гарантийные обязательства, которые 5 лет установлены, вот, мне кажется, они слишком маленькие. Потому что тот объем денег, которые люди вкладывают, оплатя фонд капитального ремонта или на специальный счет, и самое-то важное, то время, которое люди ждут до проведения капитального ремонта, оно несоизмеримо с тем, что на самом деле они получают. Это порой даже не годы, а десятилетия. Да. И когда люди ждут по 5-10 лет, а получают вот какой-то такой небольшой ремонт, который близок даже к текущему, а не к капитальному, ну, конечно, хочется чего-то больше. Потому что следующий капитальный ремонт по тому, по этому же виду работ, они неизвестно, когда еще получат. Там сделали крышу, значит, в следующий раз крышу отремонтируют еще через 25 лет. Кстати, да, по поводу капремонта, раз уж мы ушли немножко в эту сторону, очень часто сталкиваюсь с вопросами своих соседей, да, по нашему дому, а почему нельзя по капремонту отремонтировать подъезд, например? Это ведь невозможно по действующему закону. Потому что это текущий ремонт. Да. Может включить как-то, подумать в эту сторону? Ну, у нас есть региональный закон, 298 закон области об организации капитального ремонта. Туда могут выйти с инициативой наши законодательные обладающие инициативой. Или правительство Кировской области, или любой из депутатов законодательного собрания, общественная палата, вот, и предложить такую законодательную инициативу, если ее поддержат, почему бы и нет. Да, юбилейный год у нас совпадает с моментом повышения тарифов ЖКХ. Последний раз у нас индексация была в декабре, с 1 декабря 2022 года. Тогда в 2022 году дважды была индексация и летом, и вот в июле, и в декабре. Это объяснялось стремлением как можно больше что-то там насытить, да, в эту сферу, избежать каких-то перебоев, аварий и так далее. И вот с 1 июля 2024 года будет очередной рост, причем рост довольно существенный. Напомним цифры? Ну, в целом, это не только наша история, не только история нашего региона, это вообще вся страна, там, в зависимости от субъекта индексация будет, по-моему, минимальный порог 4%, что-то в этом роде. Ближе к 10%, я по-моему, 9,8%. А, вот самое минимум. Но та же самая история будет у нас. Почти на 10% у нас тарифы вырастут с 1 июля. Да, ну, я напомню, это, как говорится, средняя температура по больнице. То есть, это тот уровень роста, который сравнивается с предыдущим, то есть, с декабрем 2023 года. И в этот процент может входить повышение по отдельным коммунальным услугам еще больше. но где-то меньше. То есть, это средняя цифра? Да, это средняя цифра. Это касается отопления, водоснабжения, водоотведения и... Таково? Газ. Электроснабжение, газ, то есть, мусор, газ, электро, вода, водоотведение, тепло. То есть, все наши коммунальные услуги всем известны. Но это неизбежная история. Это практически неизбежная история, потому что, как... на самом деле, все намного сложнее, чем нам кажется, потому что многие граждане говорят, как можно повышать тарифы. Это недопустимо, это неправильно, у нас пенсии так не растут, у нас зарплаты так не растут. Это, конечно же, все так, потому что... Вот как вы считаете, Владимир, что лучше, чтобы зарплата у вас выросла на 10% или тарифы на 10%? Понизились? Повысились. Повысились. Ну, конечно, за зарплату буду. Нет, я-то уже посчитал. Если на 10% подскочится, ну, она и так подскочит, без слова, если, то есть я в зимний период буду платить, ну, примерно на тысячу больше, получается, да, там, в холодные месяцы мои квитанции где-то порядка 10 тысяч рублей составляют. Естественно, зарос зарплаты. Потому что, мне кажется, в первую очередь надо говорить о росте доходов, о росте зарплат, которые бы позволили оплачивать средним домохозяйством эти коммунальные услуги. Конечно же, для малоимущих, у кого совокупный доход там семьи там меньше, чем там 22%, как у нас, есть, положение в жительском кодексе, то им соответствующая компенсация положена. Вот. А если объективно мы будем смотреть вглубь тарифов, мы видим, что, например, цены на газ, они для промышленных потребителей, для тех, пособожающих организаций, которые вырабатывают электроэнергию, тепловую энергию, там рост чуть ли не 20%. А если в тарифе, например, на тепло основной рост, точнее, основной расходы в тарифе, это как раз потребность в топливе, то есть там газ, уголь, торф, это там 75-80% от стоимости тарифа, то получается, если они растут на 20%, то каким образом им нужно уложиться там в 5 или 10%? Понятно, что где-то служба по тарифам каким-то образом снижает определенные расходы, уменьшает где-то доходы, исключает необоснованные расходы, которые по заявке ресурсоснабжающей организации включат, и тем самым выходит на индекс роста платы в среднем, который установлен. Опять же, я повторюсь, какой-то процент по отдельным коммунальным услугам может быть даже больше, 10%. на твой взгляд это повышение очередное, в прошлый раз мы говорили об огромной задолженности вообще в целом по стране, да, за коммунальные услуги, приведет ли оно еще к большему росту задолженности за услуги ЖКХ? Я думаю, мы получим такую задолженность с такой с некой оттяжкой. Как вы помните, у нас был период, когда мы платили за отопление по одной двенадцатой, то есть равными долями в течение всего года. Когда перешли на фактическую оплату, то проблема того, когда ресурсоснабжающие организации дополучали свои деньги за зимние месяцы уже летом, здесь, наверное, какая-то похожая будет история, когда жители будут платить за весенние квитанции, например, либо в конце лета, когда уже сезет в отпуск, либо в начале осени, либо не полностью, и вот этот эффект будет накапливаться. И мы уже видим, что рост задолженности растет, он не уменьшается. Задолженность растет, увеличивается. А собираемость падает. Собираемость падает, как бы ни говорили про какие-то 85-90%, но он точно не растет. Может быть, как-то, не знаю, упрощает, или может быть, расширять, упрощать условия получения субсидий на оплату коммунальных услуг. На мой взгляд, это достаточно сложная процедура у нас в настоящее время. Там собрать нужно кучу документов, доказать свою нуждаемость и так далее. Сейчас вот как раз внесли в соответствующие поправки, где по факту необходимо только подать заявление через госуслуги. Это еще не принято. Это уже принято. И, соответственно, можно уже получить соответствующий результат. Вот это первое. А во-вторых, надо опять же смотреть критерии нуждаемости и адресную какую-то поддержку определять. То есть, это у нас все в полномочиях правительства Кировской области. С первого же июля этого года это федеральный закон банки перестанут взимать комиссию при оплате коммунальных услуг. Но это новшество будет действовать в отношении не всех граждан, а только лишь нескольких категорий. Перечислю некоторые пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, ветераны боевых действий. Вообще, банковская комиссия и для меня тоже в том числе это нечто непонятное. За что я плачу? Я думаю, что многие этим вопросом задаются, почему я еще должен сверх платить от того, что указано непосредственно в этих квитанциях. Ну, само по себе это решение положительный шаг, на твой взгляд. Давайте я сначала на первый вопрос попробую ответить, за что и почему вы должны платить. Если вы приходите оплачивать коммунальные услуги непосредственно к ресурсоснабжающей организации и приносите деньги наличные или по карте, то у вас никакой комиссии нет. То есть также в личном кабинете, например, у одного из крупного поставщика в городе можно без комиссии оплатить в целом по всей единой платежке. Что же касается банков? Так как банк является по сути посредником между вами и какой-то ресурсоснабжающей организацией, то он за свою работу, пусть эта работа вам кажется по сути никакой, непонятной и незначительной, то он за это берет комиссию. Поэтому если отменять комиссию для всех, то есть если банки и почта отменят комиссию для всех, то соответствующие затраты лягут на плечи бизнеса. То есть очень просто. То есть готов ли бизнес к этому? Не знаю. С учетом того, что малому бизнесу точно знаю, что нелегко. Это в первую очередь удар по малому бизнесу будет, который платит за обслуживание, за расчетно-кассовое обслуживание. Я думаю, что это тоже одновременно приведет к росту стоимости услуг малого бизнеса и опять же скажется на всех граждан. В общем, такая интересная очень история. хотелось бы однажды узнать о том, что все жители Российской Федерации попали в список людей, которые освобождены от комиссии. Особождены. Ну, с 1 мая хотя бы освободили от комиссии по переводам по СБП между своими счетами. Или там, по крайней мере, лимитного до 300 миллионов рублей. Ну, да. Рекламу сейчас мы видим, банки активно пользуются, уже призывают открывать счета, но мы сейчас не рекламируем, не будем об этом, не будем в эту сторону. Еще эта дата, 1 июля этого года связана с еще одной инициативой. Это дифференцированные тарифы на электроэнергию. Они точно уже, да, вступят в силу вот этого решения с 1 июля? Но, увы, и в самой региональной службе по тарифам эта уже информация прозвучала, 99% жителей Кировской области это нововведение не коснется, потому что там установлена очень высокая планка. 15 тысяч киловатт-часов нижняя планка. Да, в месяц. В месяц. Например, моя семья в месяц не более 120-130 киловатт-часов расходует. То есть, увы, мы не будем платить меньше. Так получается. Какие еще интересные нюансы есть? Вы не будете платить больше? А, да, не будем платить больше, да. Вот если бы соточку установить, да? Ну, об этом же были разговоры при еще руководстве Никиты Юрьевича, я напомню даже... Это порядка 10 лет назад было. и тогда как раз активно ходили слухи про социальную норму. Да, да, да. По электроэнергии было в некоторых регионах пилотные проекты запущены и приняты эти социальные нормы. Но, как показали пилоты, положительный результат это не дало, только недовольство населения по росту коммунальных услуг. Я напомню, у нас в Кировской области также была создана рабочая группа по социальной норме. И однажды я Никите Юрьевича написал, Никита Юрьевич, этот вопрос неэффективен, неактуален, давайте мы его раз и навсегда закроем. И где-то через пару дней он у себя написал в соцсети, что указом он ее расформировал эту рабочую группу по социальной норме. Вот. Это я к тому, что уже были предпосылки, уже, в принципе, мы знаем все результаты, к чему это может привести. То есть, на тот взгляд, это вообще бессмысленно. Это вообще бессмысленно, потому что чем больше ты потребляешь, тем больше ты платишь. То есть, take or pay, то есть, бери и плати. Вот. И, то есть, это принцип, он везде работает. Во всем мире, то есть, чем больше ты потребляешь, тем больше ты платишь. Вот. И здесь, конечно, эта планка, это больше, на мой взгляд, была введена для майнеров. Правда, не знаю. Ну, с собой РСТ, по-моему, тоже Максим Михайлов, руководитель РСТ, говорил о том, что я-то когда, когда прочитал эту новость, подумал, ну, конечно, у нас тут настоящий клондайк-ферм, да, которые биткоины производят. Ну, они есть, конечно. Вопрос только в том, что, вот, через этот механизм, по сути, решили вопрос неэффективности работы энергособожающих организаций, которые не знают, как или не могут выявить вот это потребление, сверхвысокое потребление у майнеров. Потому что, если... Технически не могут выявить? Выявить, да? Да, потому что ведь этот вопрос так-то он решен, так как ты электроэнергию используешь не для личных бытовых нужд, то ты должен платить по коммерческому тарифу, то есть по нерегулируемым ценам. И если майнеров... Предприниматели часто жалуются на это, что они платят. Вот если майнеров выявляют энергосбыт, им перевыставляют по нерегулируемым ценам. Но вопрос, как их найти и выявить, потому что, как правило, все эти фермы и аськи, они стоят там на каких-то на дачах, в садоводческих каких-то там домиках, и зимой их выявить в принципе несложно. Надо просто иметь тепловизор. И я его внимательно посмотрю, то есть если там все греется... Где жизнь есть. Да, и красная крыша, то скорее всего там что-то стоит. И, соответственно, энергосбыт их так находит. А летом-то как это сделать? Летом это практически нереально. Но приборы же должны существовать. Не только какой-то индивидуальный счетчик на каждом домовладении, домохозяйстве, но и общая какая-то установка. Нет у них разве... У кого-то еще до сих пор стоят индукционные... Не индукционные, да, вот эти счетчики с диском, которые крутятся, где до сих пор еще можно поставить специальное устройство, чтобы диск не крутился. Мы сейчас не будем по радио... Не будем склонять к этим, да. Эти хаки говорить, вот, потому что еще, не дай бог, все вспомнят эти все советские ноу-хау. Вот, поэтому это по сути вот несовершенство деятельности энергособжающих организаций по сути привело к такой законодательной инициативе. То есть потребляешь слишком много, значит, скорее всего, ты майнер и будешь платить больше. Опасность-то в другом. Опасность в другом, чтобы эта планка не сдвигалась в меньшую сторону в ближайшем будущем. пока 15 тысяч. Пока. Надеемся, что это окончательное решение. Потому что есть и домохозяйства, у кого электроотопление, у которых нет возможности подключить газ, у которых нет возможности отапливать дровами, углем, мазутом и так далее. Ну, или они сознательно отказались от этого, понимая, что они готовы будут оплачивать электроэнергию за отопление собственного жилища. У кого-то просто других вариантов нет. Есть многоквартирные дома, которые отапливаются с помощью электрокотлов. Вот. Соответственно, вот эти надо все моменты учитывать. Мы подошли к небольшой рекламе. Я напоминаю, что в студии нашей Андрей Воробьев, член Ассоциации юристов России, член экспертного совета при региональной службе по тарифам Кировской области. Мы буквально на одну минуту перебьемся и нашу беседу продолжим. Особое мнение на 101FM Мы продолжаем наш разговор с Андреем Воробьевым, членом Ассоциации юристов России, членом экспертного совета при региональной службе по тарифам Кировской области. И вся наша беседа построена на обсуждении тем, связанных со сферой ЖКХ. В апреле был подписан закон о беспрепятственном доступе провайдеров в многоквартирные дома. Сейчас есть, по-моему, 4 месяца на разработку конкретики. Ясности еще стопроцентной нет, как и у самих собственников, как и у управляющих компаний, и тех самых провайдеров. Вот многие эксперты уже говорят о том, что проиграют жители многоквартирных домов, где установлено оборудование. Ранее они могли получать некую аренду из-за использования своего помещения. И эти деньги могли опускаться, идти на какое-то благоустройство. Хоть деньги и небольшие, но все-таки. Как оцениваешь эти изменения? проиграют все, кроме провайдеров. Что самое интересное, понятно, что здесь идет перекос по балансу публичных и частных интересов. Перекос в части интереса провайдеров, это понятно. То есть, почему-то все забывают, что у нас частная собственность, многоквартирные дома, и что необходимо по решению общего собрания организовывать этот допуск. Ну вот провайдеры ссылаются и ссылались в частности на то, что это общее собрание невозможно организовать практически в 100% случаев. Не знаю, насколько стоит доверять. Кому надо организовать это общее собрание. Те их организовывают, находят инициативы в домах, то есть старших по домам, активистов, собственников, разговаривают с ними, инициируют общее собрание, помогают подготовить комплекты документов и проводят общее собрание, например, для размещения там нестанционарных торговых объектов на придомовой территории. Там еще какие-то вопросы решаются. Все эти вопросы решаются. То есть, другой вопрос, было бы желание. Вот здесь, конечно, проще намного пролоббировать было вот эту идею в виде поправок законодательства и ничего не делать. Нам же сказали, что мы должны иметь доступ к информации, вот поэтому беспрепятственно они и должны устанавливать это оборудование. Мне кажется, у 9 из 10 или из 19, из 20 доступ к информации есть каждый день на телефоне, на смартфоне. Но это мы говорим о городских жителях в первую очередь. Сейчас у бабушек, у дедушек уже у всех по смартфону. Они уже там сидят, там что-то делают и читают новости. То есть, они новости знают намного быстрее, чем мы узнаем из интернета или там из каких-то сетей разрешенных или запрещенных. У больше половины первоклассников уже и смартфоны. То есть, они тоже информацию всю знают, что происходит. А если не знают, могут позвонить и узнать родителям или друзьям. Поэтому доступ к информации никто никого не ограничивал. А что касается тех положений, которые были введены в законодательство, то есть очень интересное, на мой взгляд, в кавычках интересное, когда почему-то по закону, по новой поправке автоматически расторгаются все договоры между провайдерами и собственниками или управляющими компаниями, если они выполномочены на заключение таких договоров. А я знаю примеры, в том числе в Кирове и в судах были долгие судебные разбирательства с провайдерами. Годами длятся судебные разбирательства, получаются судебные решения, чтобы брать деньги с провайдера за размещение оборудования на стенах, то есть на общем имуществе дома, чтобы это было возмездно, потому что когда к тебе приходят, устанавливают кучу коробок, значит, рассверливают кучу стен, все эти висят так называемые сопли из проводов, не в соответствии ни со СНИПами, ни с ГОСТами и так далее. Это все небезопасно, управляющие компании штрафуют за нарушение норм пожарной безопасности, почему-то не провайдеров. Как, собственно, причину всех этих неудобств. В связи с этим, как следствие, собственники получают меньше текущий ремонт в доме, меньше обслуживания, потому что управляющая компания в нужде оплатить соответствующие штрафы. И, соответственно, все эти судебные отяжбы, все это потраченное время, все эти потраченные деньги, они, по сути, идут коту под хвост, потому что теперь это будет просто бесплатно. То есть автоматически все растрагается. Другой вопрос ли, растрагаются ли договоры, которые, по сути, приравнены к решениям суда. Это тоже более тяжеловесная такая история, когда это судебное решение. Вот, поэтому посмотрим, как будет развиваться практика, но я точно знаю и разговаривал со многими экспертами, столичными, которые пишут уже заключение по антикоррупционной экспертизе того проекта, который разместило правительство по изданию подзаконного акта, поправка в жилищный кодекс законе связи. И я думаю, что часть этих предложений и антикоррупционную экспертизу, по крайней мере, с первого раза этот проект не пройдет. Я, в свою очередь, как уполномоченный эксперт на проведение такой же антикоррупционной экспертизы нормативных проектов тоже готовлю. Это заключение тоже планирую отправить. И, соответственно, необходимо, кроме этого, антикоррупционной экспертизы еще сделать оценку регулирующего воздействия правильно, потому что сейчас то заключение, которое есть, мы из него видим, что никаких последствий на предпринимательское сообщество, на бизнес этот законопроект не повлияет. Но мы понимаем, что это не так, потому что все эти доходы и дополнительные расходы, которые с этим появляются, конечно же, это дополнительная нагрузка на управляющие компании, которые деньги могут брать только из карманов жильцов. И, например, такие обязанности, которые меняются, например, передать всю техническую документацию этим провайдерам, чтобы они смогли эти все провода проводить. Технически правильно все организовать. Ну, и другие избыточные нормы, которые могли бы просто быть решены в договоре, но теперь этого не будет. Буквально полторы минуты у нас остается, если можно, коротко мы обсудим еще один законопроект, подчеркну, это законопроект еще, это не решение. В общем, россиянам хотят дать возможность выбирать, получать им квитанции за коммунальные услуги в бумажном или в электронном виде. Такой законопроект был в апреле еще. Не знаю, чем история закончится, твоя позиция надо внедрить. Я видел проект этого закона, там на самом деле не так написано, как написали журналисты. Да. Минута у нас. Там написали, что это, собственно, вправе отказаться от получения бумажной квитанции и получать электронную. То есть никто по решению закона не не лишит всех граждан получать бумажную квитанцию. Тем более мы понимаем, к чему это приведет. А скорее всего это приведет к тому, что задолженность будет еще быстрее расти. Да, даже не оплата. Несмотря на то, что отвечая на прошлый вопрос, ты сказал, что многие бабушки и дедушки пользуются смартфонами и читают новости. Но, увы, у многих, опять же, бабушек и дедушек нет возможности через интернет получить эти электронные версии квитанции. Может быть и даже есть, но им психологически нужен бумажный чек, что они заплатили. Вот уж это верно, буду хранить. Прикрепили квитанции и положили в шкафчик и закрыли на замок. В общем, такая неоднозначная история тоже. Благодарю нашего гостя Андрей Воробьев, член Ассоциации юристов России и член экспертного совета при региональной службе по тарифам Кировской области. Хорошего дня. Всего доброго. До свидания. Особое мнение на 101FM